Друзья, намаскар! Ну что ж, сегодня у нас новая практика, новая последовательность, поэтому давайте не будем терять время, усаживаемся на уже заранее подготовленный коврик и настраиваемся на практику. Сядьте так, чтобы вашим ногам было удобно и чтобы была возможность сидеть прямо, вытянув позвоночник, расправляем плечи, закрываем глаза, разрешаем себе полностью отключиться от посторонних мыслей, поставить все дела на паузу, оставить их за пределами комнаты, за пределами пространства, где мы находимся и целиком сосредоточиться на своих ощущениях в теле. Мысленно себя просматриваем, осознаем, сканируем внутренним взором и фиксируем в уме то состояние, которое удалось отследить. Ощущения в теле, общее самочувствие, уровень энергии, эмоции, их качества. И сейчас подумайте о том, зачем и почему вы приняли решение позаниматься сегодня и к чему вообще практика йоги в вашей жизни. Поразмышляйте о своих ожиданиях и поставьте намерение на эту практику. В свете последних событий я настоятельно рекомендую вам связать намерение на практику со здоровьем. Пожелайте себе здоровья, пожелайте себе, чтобы каждое упражнение, каждое движение, каждый вдох наполнял нас энергией, исцелял, укреплял весь организм, повышал иммунитет. И чтобы наше состояние было стабильно, хорошим, здоровым, организм был крепким, ресурсным, приносил нам исключительно счастливые, радостные моменты. Призываю вас к максимальной осознанности во время практики, не отвлекаться, не прерывать дыхание и очень внимательно следить за ощущениями. Ни в коем случае не идем ни в боль, ни в дискомфорт. Делаем все в пределах зоны своей личной комфортности, да, то есть не пренебрегаем ресурсами, возможностями собственного тела, но по готовности можем углубляться, делать чуть-чуть сильнее, если мы ментально и физически к этому готовы. Ну, пожалуй, на этом мой вступительный спич завершен. Делаем полный вдох, полный выдох. Заканчивая выдох, оставляем подтянутым живот, подтягиваем промежность мышц тазового дна. Это наши замки, это наши бандхи, мула и удияна, которые мы держим всю практику, не расслабляя, вплоть до шавасана. Мы в шавасане будем расслабляться полностью, а эти замки удерживаем, сознательно контролируя. И, кроме всего прочего, это наша травмобезопасность и наша целостность в балансовых силовых позах. Удерживая центр, да, удерживая бандхи, нам легче держать какие-то сложные асаны. Ну что ж, начинаем. С очередным вдохом поднимаем руки через стороны вверх, соединяем их в замок и подтягиваемся, подтягиваемся, добавляя малоамплитудных наклоны в сторону, чувствуем вытяжение по всему позвоночнику, комфортное вытяжение по бокам. При этом дышим мы спокойно, желательно, включая шипящий звук, уджаем. Отлично. И опускаем левую руку на пол, продолжаем тянуть правый бок, вытягиваем его, смотрим из-под плеча. И добавляем динамику. Вдох, разворачиваемся грудью вверх. Выдох, разворачиваемся грудью к полу. Постоянно тянемся правой рукой в сторону. На вдохе стараемся уводить правую руку за голову, а на выдохе тянемся максимально в сторону, докручивая грудь к полу. Вдох, подтянулись через боковое вытяжение, дошли до прогиба, выдох, пошли через боковое вытяжение в наклоны еще. Вдох и выдох. Опускаем правую руку на пол. Если есть возможность, не поднимая правую ягодицу, подгибаем руки в локтях, практически прижимаемся животом к левому бедру и остаемся здесь. Дышим, наблюдаем за своими ощущениями. Что происходит с левым боком, что с правым? Какие ощущения в области живота? Шея длинная в продолжении всего позвоночника. Со следующим вдохом садимся, правая ладонь на пол, левая в диагональ, выглянули из-под левого плеча, потянулись, потянулись, вытянули руку так далеко, как будто хотим ее вытянуть из сустава. Вот таким вот образом. И теперь динамика вдох и выдох. Вдох, с каждым дыханием еще удлиняемся, выдох. Вдох, выдох. И продолжаем еще дышать, наблюдать, тянуться. Плавно, мягко готовим тело кассано, прозагревая себя. И давайте еще один дыхательный цикл. Выдох, потянулись, потянулись. Выдох. И опускаем левую руку на пол. Разворачиваемся в сторону. Если ничего не мешает, подсгибаем руки в локтях, оставляя теперь левую ягодицу, прижатую к полу. И остаемся. Взгляд перед собой, шея продолжает в позвоночник. Дыхание не прерывается. Мы отслеживаем ощущения в теле. И они могут быть достаточно интересными, но точно безболезненными. Хорошо. С очередным вдохом мы садимся. Кладем руки на колени. И начинаем главное вращение позвоночника. Можно начинать с очень небольшой амплитуды. Потихонечку. И постепенно. Увеличивая эту амплитуду, увеличивая вращение. Не прерываясь в своем дыхании. Отлично. Еще несколько движений по кругу. И в другую сторону. Хорошо. Теперь пойдем к плечам. Вращаем плечами. Стягивая лопатки к позвоночнику. Амплитудное вращение. Перекладываем кончики пальцев рук на плечи. И добавляем движения. Еще и руками. Стараясь поднимать локти как можно выше. И обратите внимание. Кроме вращения в плечах, я также стараюсь подключать и позвоночник. В прогиб ухожу. И в нейтральное положение. И теперь обратное движение. Плечи вперед. Раздвигаются лопатки. Простягиваются мышцы на спине. Особенно верхняя часть спины. Хорошо. И также кончики пальцев на плечи. Локти вперед. И я теперь работаю на сгибание. Каждый раз, когда у меня локти идут вперед, я округляю спину. Я согреваю свои мышцы и увеличиваю подвижность позвоночника. Хорошо. Отлично. Теперь поднимаем руки вверх-вниз. И поработаем плечами и лопатками на движение элевации и депрессии. Элевация вверх. Депрессия вниз. Вверх-вниз. 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 Вверх-внизу. Оставим руки за голову. Грудь вперед. Дышим. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Еще один хороший полный глубокий вдох. На выдохе. Уводим руки за спину. Сцепляем их в замок и стягиваем лопатки. Выдох. Макушкой потянулись вверх. Выдох. Складываемся пополам. Если ничего не мешает лук на пол. Или просто расслабляем шею и замок как можно дальше. И остаемся. Один. Два. Три. Четыре. Пять. И со вдохом плавно садимся. Замок отпускаем. Перекладываем руки вперед. И перекатываемся через перекрест колени на четвереньки. Нейтральное положение позвоночника. Переходим к шее. Подныриваем. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Подбородком груди. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Отлично. Уводим таз назад. Так. Кошка на вдохе ползет под забором. Сгибаем руки в локтя. Грудь низко, низко, низко над полом. И с выдохом с круглой спиной возвращается обратно. Вдох. Проползла, проползла, проползла. Выдох. Вернулась. И еще три. Вдох. И выдох. Вернулась. Еще четыре. И выдох. И пять. Вдох. Остаемся в прогибе. Подъемами стоп толкаем пол. Поднимаем колени. Грудную клетку выводим вперед. Перешли в Урсхо. Мукха Шванаса на собаку мордовер. Фиксируем себя. Один. Два. Рез держим. Диана Банха. Три. Четыре. Пять. Очередной вдох. На выдохе сгибаем шею. Толкаем в лодоню пол. Раз. Двигаем лопатки. И сталкиваем руками вес тела в ноги. Собака мордой вниз. И здесь позволяем себе раскрепостить ноги. Поочередно сгибая-разгибая ноги в коленях. Хорошо. Отлично. И остаемся в статике. Собака мордой вниз. Имейте в виду, что пятки могут не касаться пола, но специально на носочке вставать сейчас не надо. И колени тоже могут оставаться слегка подсогнутыми. Если показать, где сторона ног не дает им выпрямляться. Но плечи от ушей и спина, позвоночник максимально вытянуты. Поднимаем правую ногу. Сгибаем его в колени. Вращаем колено наружу. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Внутреннее вращение. Теперь. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Прижимаем бедро к животу. Выходим в планку. И делаем шаг правой ногой как можно дальше. Здесь смело можно помочь себе одноименной правой рукой дошагнуть. Левое колено на пол. Проверяем геометрию позы. Колено правой ноги передней над пяткой. Голень вертикально. Колено задней левой. Сейчас ноги далеко за тазом. Не под тазом. То есть мы не стоим на колени. Мы опираемся больше на бедро. И вытягиваемся в санчаласане. Вытягиваем спину. Таз ниже пытаемся опустить. Фиксация в позе. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Вдох. Выдох. Выдох. Артхахануманасана. Стопа на себя. Колено разгибаем. Насколько получается. И обозначаем наклон. Корпус им вперед. Взгляд на большой палец. Прямо в ноги. Стоим. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Вдох. Выпад вперед. Левое колено. Теперь поднимаем. И в динамике. Вдох. Санчаласана. Выдох. Уходим назад. Колено. Правая ноги разгибаем. Вдох. Выдох. И еще три. Вдох. Таз ниже на вдохе. Больше вытяжения. Выдох. Лучше в наклон. Четыре. Вдох. Выдох. Дыхание достаточно динамичное. И пять. Выдох. Выдох. Со следующим вдохом снова выпад. Левое колено на пол. И разворачиваем левую колечку справа. Правая ладонь остается за внешней стороной от бедра. Колено убирается в плечо. Левую руку вытягиваем в диагонали. Стараемся таз опустить как можно ниже. С поперечной плоскости. Не даем правой ноге падать. Колено убирается в плечо. Смотрим под левой руки на потолок. Один. Такая половинка паршива канасаны. Два. Три. Четыре. Пять. Очередной вдох на выдохе. Левая ладонь на пол. Левое колено оставляем подсогнутым. Поднимаем стопу. Разворачиваемся грудью вправо. И если ничего не мешает, если бедро левой ноги не против, захват правой рукой за левую стопу. И продолжая опускать таз ниже, сгибаем левую ногу в колени, подтягивая пятку к ягодице сильнее. Насколько возможно. Оставляем себе маленький запас. То есть это не на пределе. Маленький запас прочности. Немножечко есть у нас возможность двигаться дальше, но мы намеренно себя притормаживаем. Не ведем себя в криминальные, в пиковые какие-то ощущения здесь. Хорошо. Отлично. Отпускаем сейчас левую ногу. Правую руку заносим вовнутрь. Правая нога снаружи. И отодвигаем правое колено в сторону, разворачивая стопу на внешний край. То есть вот таким вот образом. Вот таким вот образом стопа. Движение в голеностопе, в тазобедренном. Ладони под плечами. И можно остаться здесь в статике, а можно добавить динамику. Немножко подвигать тазом справа-влево. Добавив тем самым себе ощущений. Отведение в тазобедренном правой ноги. Вращение в голеностопе. То есть тоже у нас такое движение в голеностопном суставе тут присутствует. Стопа очень хорошо на боковую сторону разворачивается. Хорошо. Правую стопу ставим. Левое колено от пола. Шаг правой ногой назад. Планка вдох. Четуранка выдох. Уртхамукхашванасана вдох. Адхамукхашванасана выдох. Равняем собаку мордой вниз. И поднимаем левую ногу. Сгибаем ее в колени. Внешнее вращение в тазобедренном. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Внутреннее вращение. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Прижимаем левое бедро к животу. Выходим в планку. И широкий шаг левой ногой. Как можно дальше. Правое колено на пол. Посмотрели, корректно ли наша геометрия. И вытягиваемся в санчаласану. Дышим спокойно. Левый бок прижимаем к бедру. К левому. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Глубокий вдох на выдохе. Таз назад. Арт. Хаханума на санна. Стараемся плотнее сложиться. Лечь с животом на бедро. Взгляд на большой палец. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Выпад. Выпад. Правое колено вверх. Вдох. Уходим назад. Выдох. Вдох. Выполняем биньясу. Выдох. Все время стараемся животом левым боком прижиматься к бедру. Еще вдох. Выдох. И еще четыре. И пять. Вдох. И выдох. Опускаем правое колено. На выпад на левое опять. Разворачиваем правую колено влево. Левая ладонь за внешней стороны от стопы. Колено толкает к плечу. Разворачиваемся в широкий край. И опускаем таз еще ниже. Половинка паршево-канасово. Но она, пожалуй, даже более ощутимая для тазобедренных, чем полный вариант. Остаемся. Хорошее вытяжение по правому боку. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Правая рука на пол. Вдох. Поднимаем правую стопу от пола. С выдохом разворачиваемся грудью влево. И если ничего не мешает, левой рукой захватываем правую стопу. И опуская таз ниже, подтягиваем пятку к ягодице. Один. Два. Три. Четыре. Три. Четыре. Четыре. Три. Четыре. Четыре. или прыжком, ноги за ладони, переходим в маласану. Присаживаемся, раздвигая локтями колени. Но надо иметь в виду, что не только руки раздвигают ноги, что мы и от бедра сами стараемся разворачивать колени кнаружи, реализуя отведение автозабедренных. Отлично. Сейчас левая сторона у нас будет пассивная, мы левым плечом, удерживая левое колено, отодвигая его в сторону. Можем оставить левую руку как дополнительную опору, если все стабильно, можем сделать захват за спиной. Любой вариант приемлемый, потому что здесь левую ногу мы, в общем, руками удерживаем. И работаем изолированно с правой. Разворачиваем, ставим правую ногу на носочек, разворачиваем колено внутрь, внутреннее движение, внутренняя ротация в бедра и наружу, внутрь и наружу. Если вы нестабильны, если пятки на пол встают, но не очень уверены, вы можете оставить дополнительную опору в виде левой руки. Но только следите, чтобы колено левое не выходило в центр. Давайте еще три, два, один. Отлично. Равняем себя, центр, центрируемся. И теперь у нас в пассивном удержании правое колено, а левая нога работает. На носочек ставим внутренняя ротация, внешняя ротация, внутренняя, внешняя, внутренняя, внешняя. Можно чуть выше, да, поднять. Будет более силовой вариант. И еще разочек. Отлично. Равняем себя, маласана. И отсюда переходим в позу журавля бакасана, ладони перед собой. Ширина между рук, примерно ширина плечевых суставов, пальцы пошире. Поднимаем пятки, поднимаем таз, колени прижимаются к плечам, бедра обжимают бока. Хорошая группировка. И переходим в свой вариант. Стоим. Один, два, три, четыре, пять. Кончики пальцев рук впитываются в пол. Не берем нагрузку только на запястье. Шесть, семь, восемь, девять, десять. Мягко опускаем стопы на пол и мягко опускаем таз на пол. Переходим в бадхаканасана. Вдох, выдох, наклон. Наклон не важно какой глубины, важно, что здесь мы стараемся вытянуть позвоночник сильнее. Дышим спокойно. Один, два, три, четыре, пять. Захват за стопы оставляем. Переходим в баланс на оседалищных. Разгибаем ноги, балансовый вариант по виштаканасаны. Понимаем, что руки не держат мертвые ноги, что ноги тоже включены в этот процесс и держатся сами. Проверяем руки, убираем руки. Ноги остались. Один, два, три, четыре, пять. Руки на пол перед собой. Пять. Движение ногами вверх-вниз. Один, два, три, четыре, пять. Отлично. И стопы на пол коленей выпрямляем. Стопы на себя. Руки за линию таза. Пурватанасана практически. Нос широко разведенными ногами. Толкаем ладонью пол, поднимаем таз как можно выше. Фиксация один, два, три, четыре, пять. И мягко приземляемся. Скрест голени вдох. Переходим в планскую четуранку. Выдох. Собака мордой вверх. Вдох. Собака мордой вниз. Выдох. Хорошо. Продолжаем. Следующая наша связка будет связана. Связка связана со скрутками. И мы начинаем ее из положения. Париврита Адхамукхашванасана. Захват левой рукой за правую лодыжку снаружи. Скручиваемся из-под правого плеча. Смотрим на потолок. Остаемся. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Левая ладонь на пол. Правая ладонь на пол. Шаг вперед. Левую докручиваем. Выставляем в диагональ. И поднимаем правую руку. Здесь, если хватает растяжки, вот у нас париврита триканасана получилась, мы колено разгибаем. Если нет, ладонь все равно остается на полу, но колено прямое, насколько мы можем его выпрямить. То есть это может быть какой-то такой пока вариант. Но мы в любом случае вращаем грудь вправо, взгляд на потолок или на правую ладонь. Левая стопа на полу, левая колена сгибаем. Не теряем дыхание. Еще три. Четыре. Пять. Очередной вдох. На выдохе опускаем правую руку за внешней стороной правой стопы. Паршва Танаса на наклон к правой ноге. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Переносим вес тела на правую ногу. Встаем. Подтягиваем левое колено к себе. И разворачиваем его в сторону. Выполняем позу дерева в рикшасана. Левое колено в сторону. Правая нога опорная. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Снимаем левую ногу с правого бедра. Шаг в широкий край кубрика. Стопы как для Триканаса. Ну, собственно, в нее и пойдем. Растянулись и вдох. Движение тазом влево. Правый бок вытянули. Пошли в свой вариант. Свою глубину позы. Взгляд на левую ладонь. А внутренним взором мы внимательно просматриваем правый бок. Стараемся его вытянуть наравне с левым. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Пять. Вдох. Левая ладонь на пол. Разворачиваем левую ногу на внешнее ребро. С выдохом. Боковая планка. Васядхаса на правой ногой. Под шаг в левый. Попробуйте поставить стопы. Стопа на стопу. Таз выше. И немножко вперед. Правая рука вверх. Остаемся. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Правая ладонь на пол. Вдох. Четуранга. Зависаем. Выдох. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Отлично. Ложимся на живот. Вытягиваем правую руку. Ставим ее на кончики пальцев. Наш любимый тюлень. В последнее время очень люблю этот баланс на боку. И помогаем себе левой рукой развернуться. Стопы вместе. И ноги повыше. Левая рука на левое бедро. Правая рука немножко помогает держать баланс. Поэтому выше грудную клетку. Выше правое плечо от пола. Один. Струнку себя натянули. Два. Три. Четыре. Пять. Три. Счета. Шесть. Семь. Восемь. Вдох. Выдох. Ложимся на живот. Шалабхасана. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Хорошо. Отдыхаем. Лоб на ладони. Спокойный вдох. Спокойный выдох. Переходим в кошку. Спокойный вдох. Спокойный выдох. И переходим в собаку мордой вниз. Продолжаем связку на левую ногу. Правой рукой захват за левую ногу снаружи. Ближе к стопе. Желательно скручиваемся. Смотрим из-под левого плеча. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Правая ладонь на место. Левая нога. Шаг. Правую ножку стопу докрутили. И поднимаем левую руку. Разворачиваемся грудью влево. То же самое. Если не получается колено левой ноги выпрямить. Но оставляем как получается. Правая ладонь вся на полу. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Очередной вдох с выдохом. Левая ладонь на пол. Парш ватанасана. Фиксируем себя в наклоне к левой ноге. Один. Два. Три. Четыре. Пять. И переносим вес тела на левую ногу. Поднимаемся. Правая колена к себе. В сторону. Брикшасана. Поза дерева на левой ноге. Остаемся в балансе. Один. Один. Два. Три. Четыре. Четыре. Пять. Глубокий вдох на выдохе. Три канасана. Отшагиваем правой ногой. Отстраиваемся. И входим в свою глубину позы. Продолжая уже в позе. В удержании вытягивать нижний левый бок. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Глубокий вдох. Выдох. В асиштхасана. Правая ладонь на пол. Правая нога на внешнее ребро. Левой ногой шаг на правую. Левая рука вверх. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Вдох. Планка четверанка с фиксацией. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Ложимся на живот. Вытягиваем левую руку вперед. Правая помогает развернуться на левый бок. Стопы вместе ноги от пола. Натянули себя в струнку. Водяную линию. Правая рука на бедро. Остаемся. Восемь. Выше левое плечо от пола. Семь. Шесть. Пять. Четыре. Нестабильно достаточно. Три. Два. Один. Ложимся на живот. И снова делаем силовой прогиб. Можно повторить опять шалабхасану. Либо чуть поглубже тханурасана. Захват за стопы. Бедра выше. Грудь выше. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Хорошо. Лоб на ладони. Спокойный вдох. Спокойный выдох. Кошка. Вдох. Выдох. Собака мордой вниз. Вытягиваем спину. Продолжаем работать. Следующая связка будет достаточно интенсивной, силовой. Можно сказать, кульминация нашей сегодняшней практики. Поехали. Поднимаем правую ногу. Оставляем таз закрытой. И пробуем оставить баланс на двух диагональных опорах. Увести левую руку назад вдоль тела. Если вы здесь относительно стабильны, то усложняем себе задачу захватом. Захватом левой рукой за правую ногу. И остаемся, не теряя геометрию. Это все-таки собака. Мы не переходим в план. Вот, допустим, левую стопу немножко в диагональ поставить. Еще три. Два. Один. Хорошо. Левую руку возвращаем. Правое колено разворачиваем в сторону. Укладываем правую лодыжку на левое бедро. И сгибаем левую ногу в колени, стараясь подтянуться грудью к правой боли. Ладонями толкаем пол. Положение арха. Агнистабхазан. Мы вот в таком положении собаки мордой вниз. И остаемся. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Теперь переходим в планку и подтягиваем правое колено к плечу. Это минимум, что мы можем здесь делать чуть глубже. Согнуть руки в локтях. И полный вариант приход в каундиньясену. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Левая стопа на пол. Если бы вы были в балансе. Правое колено сгибаем. Укладываем перед собой. Поза голубя. Включаем ноги. Мы их, в общем-то, ими выключали. Вспоминаем обу у Диана Банхи. Равняем таз. Если все нормально. Ничего не болит. И вы в ресурсе. Выполняем прогиб. Сгибаем левую ногу в колени. Захват правой рукой за левую ногу. Левая рука вверх. Этот вариант позволяет нам проверить, насколько мы стабильны в этом положении. Что нас никуда не заваливает. Что мы продолжаем дышать, тянуться. Если есть возможность и желание, выполняем кольцевой захват. Или захватываем руками. Работая именно с грудным отделом в прогибе. И очень внимательно следим за дыханием. Прогибы крайне важно продышать. Давайте еще немножко останемся. Можно использовать ремень. Любое оборудование. Если сильно высоко таз, подложить под правой бедру кирпич. Или валик. Или сложить одеяло. Дышим. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Хорошо. Отлично. Отпускаем левую ногу. Ладонями долгаем пол. Левая нога на носок. Колен левая поднимаем. И выставляем правую ногу, стопу, в правую часть коврика. Хорошо. И теперь снова левое колено опускаем вниз. Руки на локти. Стараемся опуститься грудью как можно ниже. Глубокий вариант санчаласаны на локтях. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Хорошо. Отсюда постепенно. Чуть можно сократить расстояние между ног. Переходим в позу гоя на один. И распределяем вес тела на две ноги одинаково. Руки над головой. Из гибкостных форм пришли снова в силовые. И остаемся. Внимание вверх. На большие пальцы рук. Если очень хочется, то можно усложнить, делать из рук захват за спиной. Где правая рука вверху. У нас правая сторона лидирует. Правая нога впереди. Правая рука вверху. Взгляд в этом случае просто на потолок. Левое колено прямое. Еще немножко дышим. Глубокое дыхание. Отпускаем захват. И с выдохом переходим в скрутку полинрита паршва канасана. Левым локтем цепляемся за правое бедро ладонью о груди. Взгляд на потолок. Фиксируем себя. 1, 2, 3, 4, 5. Внимание. Скрутку оставляем и делаем шаг левой ногой к правой. Подшагиваем. Переходим в уткатасану со скруткой. Стараемся не рассыпаться. Если что-то пошло не так, подправьте себя. И присаживаемся глубже в пашасану. И из пашасаны у нас следующий путь. Или в паршва бакасану. Или в париврита каундинесану. Ладони на пол. Обратите внимание, что колени вместе. Мы не даем левому колену выпадать. Упор у нас здесь только в левое плечо. Правая рука чуть в сторону. Но мы сегодня сделаем такой вариант. Он как бы послошнее. Но он на самом деле более честный. Когда мы подкладываем правый локоть под ягодицу. Наш баланс получается таким заблокированным. Низким. Достаточно. Ну он хоть и устойчивый. Но в нем мало возможности для маневров и переходов. В дальнейшие более сложные позы. Поэтому давайте попробуем. В любом случае мы держим себя двумя руками. Хотя упор будет только в левое плечо. Итак. Руки ширина. Плюс-минус плечевых суставов. Пальцы все направлены. Пальцы вперед. Можно чуть-чуть в диагональ руки выставлять. Это не критично. Но не надо вот так косолапить. Этот момент мы убираем. Потому что он является травматичным для запястья. Окей. Плечи вперед. Выводим предплече в вертикаль. И вот у нас появляется возможность перенести вес тела на руки. А дальше. Та нога, которая на плече, мы ее разгибаем. А та нога, которая вверх, левая, уводим назад. И переходим в скрутку. Остаемся. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. И по обратной траектории возвращаем стопку на пол. Колени в стороны. Корпус между ног. Вытягиваем руки вперед. И отдыхаем в маласане. Прослабляя шею. Стараясь дотянуться лбом и пятками до пола. Отлично. Ладошки под плечи. Ланга. Четуранга. Уртхвамукхашванасана вдох. Адхвамукхашванасана выдох. Продолжаем. Левая нога. И с собакой мордой вниз поднимаем левую ногу, сохраняя таз закрытым. Подвздошные кости симметрично к полу. И пробуем усложнить себе жизнь, перенося вес на две диагональные опоры. Правая рука вдоль тела. Вот такой вариант. Либо еще более сложный с захватом. Берем адекватный для себя формат работы. Остаемся. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Отлично. Правая ладонь на пол. Левая колена в сторону. Левая ладошка на правое бедро. И толкая ладошками пол, переходим в вариацию Ардха Агнистамхасана из собаки мордой вниз. Если знаете, как называется это положение, пожалуйста, напишите в комментариях, чтобы я тоже знала. И плотнее грудную гледку к левой голени. Хорошо. И следующая форма у нас планка на трех точках или каундиньясана. Левое колено к левому плечу. Сгибаем оба локтя. Если готовы, переходим в баланс. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Левая нога назад. Левая колена сгибаем. Правая нога назад. Левая колена сгибаем. И вот переходим в голубя. После силовой формы сразу же пошли в гибкостную. Поэтому не форсируем. Четко слушаем. Слышим себя. Отмечаем свою готовность на углубление. Тестовые. По реакции, когда мы делаем захват за правую ногу левой рукой и поднимаем правую руку вверх. Проверяем, что нас никуда не заваливает. И тоже постепенно можем идти дальше. Более глубокие прогибы. Кольцевые в том числе. Даже с использованием оборудования по необходимости. Дышим хорошо, осознанно, глубоко. Постепенно выходим из голубя. И выставляем левую стопу в левый край коврика. Одним усилием толкаем ладушками в пол. Подняли ногу. Шагнули. Вот. Правое колено на пол, таз ниже руки. На предплечье по возможности. Ну или по крайней мере правая рука. И немножко остаемся еще здесь. Дорабатываем тазобедренный, таз опускаем ниже. Здесь очень важно еще и потянуться, вытянуть позвоночник. Своего рода компенсацию после прогиба себе оказать. И еще буквально несколько дыханий. И переходим в бой на один. Расстояние между ног адекватное. Нагрузка на ноги одинаковая. И на правую, и на левую. Корпус на центр. Руки над головой. Отлично. И также, если хочется, усложняем захватом за спиной. Теперь у нас левый локоть сверху. Взгляд вверх. Правое колено затянуто. Стоим, дышим. Один, два, три, четыре, пять. Убираем захват. Переходим в скрутку. Правое плечо. Хорошо, хорошо цепляется за левое бедро. Скручиваемся взгляд из-под левого плеча на потолок. Фиксация в положении. Один, два, три, четыре, пять. Не теряя скрутку. Шаг правой ногой вперед. И дальше переходим в баланс. Присаживаемся глубже. Если нужно, сильнее упираемся плечом правым в левое бедро коленки вместе. Теперь правое колено не должно выпадать. Покажу со спины, да, чтобы со всех сторон была возможность видеть асану. Вот мы выставляем ладони, пальцы соноправлены. Сгибаем локти, предплечье выводим в вертикаль. Ноги поднялись. И теперь мы уводим в верхнюю правую ногу назад, а левую разгибаем. И остаемся. Один, два, три, четыре, пять. И по обратной траектории возвращаемся. Выходим из крутки, отдыхаем в балансане. Еще один момент проговорю. Касаемо того, что упор на плече одной руки, он лучше, лучше его учиться выполнять. Не на два локтя бедро прижимать. Потому что здесь у нас появляется возможность поднимать ноги выше. Вы сейчас, я думаю, сами заметили, насколько высоко можно взлететь, да, если у нас упор только в одну сторону. Еще раз покажу. Ужасно, наверное, с этой стороны. Обратите внимание, вот у меня упор на одно плечо, да, насколько я могу тут манипуляции всевозможные выполнять. И ангела падшего и так далее, да. И когда я укладываю бедро, и вот я ровно параллельно полу, да, есть баланс, но как-то в нем что-то еще сделать, какой-то переход становится гораздо затруднительнее. А усилий, по сути, тратится столько же. Только ментально кажется, что когда опора на две точки, вроде как постабильнее. На самом деле не так. Стабильность и там, и там при правильной отстройке, она, в принципе, одинаковая. Окей, мы отдыхаем. Восстанавливаем дыхание. И сегодня у нас день бакасан, да, всяких разных. Давайте сделаем еще бэби бакасана. Опускаем предплечье на пол. Коленки упираются в плечи. В подушки даже скорее. Подаем плечи вперед, но слишком низко не проваливаемся. И сгибаем ноги в коленях. Угу. И остаемся в этом варианте. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Отлично. Хорошо. Стопы на пол. Колени ввозь. Усаживаемся в широкую ваджрасану. Руки за линию таза. Стягиваем лопатки, вытягиваем шею, подбородок к потолку. Упражнение «Танцующий верблюд». Левой рукой толкаем пол, поднимаем таз, встаем на колени. Правой рукой описали полукруг и через вытяжение правого бока выходим в прогиб. Здесь вдох, на выдохе по обратной траектории возвращаемся в положение силе. Знакомое вам уже упражнение. Выполняем его очень хорошее для того, чтобы больше, глубже подготовить себя к прогибам. И теперь левый бок, вдох. И выдох. И снова правая сторона. Таз дальше выводим. Левая. Если все хорошо, коленки уже. И продолжаем уже в более таком глубоком варианте из позы верблюда. Не теряя дыхание. Вдох. Выдох обратно. Вдох. Выдох обратно. И еще по два раза на каждую сторону. И попробуем, если все хорошо, дотянуться свободной рукой ближе к полу, но не сильно заваливая таз. То есть продолжать толкать таз вперед. И на эту сторону. Вот. Видите, потеряла контроль в ногах. Значит, еще разок. Если с вами такое же произошло, давайте повторим по парочке раз. Вот они, слепые зоны. Чуть-чуть расслабился и все. Все рассыпалось. Вся конструкция разлетелась. Поэтому давайте, давайте сделаем это уже в более осознанном варианте. Ну или, по крайней мере, это сделаю я. Есть контакты. Теперь на слабую сторону. Есть контакты. Вот такая вот история. Немножко я вылетела из практики прогибов из-за травмы. И вот у меня уже обнаруживаются достаточно такие откаты назад в практике. Но ничего, все восстановим. Все восстановим. Все будет хорошо. Отлично. Переходим в положение сидя. Вытягиваем ноги. И продолжаем работать с прогибами. Теперь кисть в положении лежа. В мостах. Стопы на пол. Ситубандхасана или Читушпадасана тоже. В разных традициях по-разному это положение называется. Ну, у нас это полумост. Половинка моста. В общем-то, подводящее положение для прогиба. Если все хорошо, ладони под плечи выжимаем себя в урт. Как-то у нас. Несколько дыханий. Толкая ладонями пол. Выпрямляем локти. Толкая стопами пол. Пробуем разгибать колени. И выводить плечи дальше, дальше, дальше. За, над ладонями практически. И давайте попробуем сделать несколько отжиманий. Сгибая руки в локтях. Один. Два. Три. Четыре. Ну и еще разочек. Пять. Плавно возвращаемся из моста. Подтягиваем бедра к животу. Компенсация. Сначала мы делаем позу ребенка по ваннук-тасану. Перевернутую, да, лежа на спине. И потом делаем позу счастливого ребенка. Удерживая стопы за внешние стороны, прижимая поясницу, таз к полу. Тут, помимо хорошего вытяжения позвоночника, конечно, включаются сразу тазобедренные. И, как по мне, это отличная компенсация после прогибов. Отлично. Хорошо. Уходим ноги за голову. Поднимаем таз. Переходим в холост, ну или что-то промежуточное, если сегодня мы не готовы выполнять перевернутые позы. Руки уводим за спину, подхватываем себя под поясницу и делаем замок из рук за спиной. Таз выше. Выводим его над плечами. Следим, чтобы с шеей все было хорошо. И если получается, то поднимаем ноги вверх, не помогая себе руками. Такая вот вариация нираламба с рвангасана. Вес на плечах. Вытягиваем себя в струбку. Остаемся еще немножко. И плавненько, потихонечку возвращаемся в положение лежа. Локтями толкаем пол, раскрывая крючную клетку, прогибаемся. Компенсация в позе рыбы после перевернутых. И напоследок предлагаю сделать перевернутый баланс. Пусть это будет шершасана, или пинчимой расана, или стойка на руках у стены, например, или без стены, если вы делаете ее. Или, как я уже сказала, у меня случился, к сожалению, небольшой откат. Связано это с рядом причин. Но я не расстраиваюсь. Я уверена, что все восстановится. Опять же, через практику. Просто нужно запастись терпением. Это вам наполнительно напутствие. Что откаты в практике, в самочувствии, это норма абсолютная. Не нужно расстраиваться, огорчаться, как-то депрессовать. По поводу, если какие-то хорошо освоенные вами позы вдруг исчезли, или стали даваться значительно сложнее. Бывает всякое. Мы не вовлекаемся. Мы практикуем абхиасу и фаирагию. Мы делаем практику, вкладываясь в нее полноценно, но не привязываемся к результатам. Так вот, к чему бы это я? У меня помимо прогибов пропал и силовой показатель в стойках. Ну, намного уменьшился, скажем так, целиком, пока, слава Богу, не пропал. И мне лично хочется сегодня поработать со стойкой на руках. Я не уверена, что она у меня получится. Но вот в контексте этой практики мне она прям сильно просится. Если вы меня поддержите в работе с перевернутыми балансами, я буду вам крайне признательно благодарна. Напишите, кстати, в комментариях, выбрали ли вы этот формат, или все-таки решили сейчас уже перейти в практику шавасаны. Но в любом случае, тренировка получилась вполне комплексная, полноценная. И по моим ощущениям я это чувствую. Поэтому, собственно, на сегодня все. Сейчас я уже не буду вести голосовую инструкцию. Я поставлю какую-нибудь музычку и поработаю в завершение со своей стойкой. А потом нужно будет, конечно, уделить время восстановлению и расслаблению. Поэтому на сегодня я свою голосовую инструкцию заканчиваю. Благодарю вас за внимание, за просмотр. Пишите, какие видео, какие уроки вы еще хотели бы увидеть на моем канале, чего не хватает. И, кстати, удивительно, я стала выкладывать видео с групповых занятий. Они набирают, ну, просто колоссальное количество просмотров. Хотя мне казалось, что смотреть уроки с групповых занятий, это не так эффективно, как, например, вот такие онлайн-классы. Но вот публика выбирает групповые занятия. Поэтому, если вам они действительно нравятся, я буду их снимать почаще. Свою живую работу на живых классах. Ну и, конечно, никуда наши комплексные тренировки я убирать не собираюсь. В любом случае, спасибо, что вы со мной. Хорошего вам дня, хорошей недели. Намасте. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok